Он здесь Что ты здесь Пред тобою, мой Господь Преклоняются сердца Знаю всемогущий Бог Что ты здесь Он здесь Он здесь Хочет встретиться с тобой Он здесь Нежно глаз его звучит Для тебя он говорит Свет любви его святой Всегда горит Нежно глаз его звучит Для тебя он говорит Свет любви его святой Всегда горит Он здесь Он здесь Хочет встретиться с тобой Он здесь Хочет встретиться с тобой Чтобы дать душе покой Двери сердца для Иисуса Ты открой Хочет встретиться с тобой Чтобы дать душе покой Двери сердца для Иисуса Ты открой Свет любви его святой 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 Когда Дух Господи наповняет меня Молюся я как Давид Молюся, молюся, молюся я, как Давид. Молюся, молюся, молюся я, как Давид, коли Дух Господний наповняє мене, то плачу я, как Давид. Молюся, молюся я, как Давид, коли Дух Господний наповняє мене, то плачу я, как Давид. То плачу, то плачу я, как Давид, коли Дух Господний наповняє мене, співаю я, как Давид. Коли Дух Господний наповняє мене, молюся я, как Давид, співаю, молюся, та плачу я, как Давид. Плачу я, как Давид, співаю, молюся, та плачу я, як Давид. Дух Господний наповняє мене, молюся я, как Давид. Чтобы в семье всегда було взаємопонимання. Ну, хочеться жити в мире, хочеться жити в спокійстві якомусь. Тому що, чим умніє становишся, не то, що умніє, як би старше становишся, розумієш, що все тяжеліше і тяжеліше видіти мир между братьями і сістрами даже, між друзями, між родними. Ви знаєте, я б хотів сьогодні вспомнить один праздник, який празднується в феврале. Кто празднує його 2-го числа, кто 15-го. Ми зараз якраз по середіні, можна і по старому, і по новому стилю. Це записано в Луці, 2-я глава, з 25-го по 39-й стих. Луці 2-25. «Тогда був в Іерусалимі чоловік іменем Симеон. Он був мус праведний і благочестивий, чаючий утішення Ізраїліва». Т.е. що ждал Симеон? Оце слово «чаючий» — це не чай, це чаючий. Ви ж по-русськи розговариваєте. Чаючий, що значить чаючий? Ожидаючий. Ожидав чого? Утішення. Що такое утішення? Що ждал Симеон? Ну, коли ви кого-то утішаєте? Вот скажіть мені. Вот якщо у вас є діти, ви їх утішаєте коли? Коли вони п'ятірку получили в школі? Коли ви їх утішаєте? Коли какая-то проблема. Утішення приходить, коли є проблеми. Т.е. Симеон ждал утішення. Значить, у нього було що? І у Ізраїля? Переживання. Переживання какие-то. Они все ждали мира. У них что-то було такое, що їх нужно було утешити. Я не знаю, сегодня, вот вы сидите все сейчас, кто пришёл в мире, кто пришёл с радостью, кто пришёл с переживанием. Может, сегодня вам не надо никакого утешения? А может, вы сегодня пришли, и в сердце где-то глубоко вы чаете этого утешения? Вот посмотрите на Симеона. Он чаял, он ждал утешения. Что-то у него было в сердце, что он… Ну вот ждал человек, что плохо ему было. И окружающим было плохо. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь, раба твоего владыка, по слову твоему с чем? С миром». Когда мы говорили, что Симеон чего-то ждал, ему было как бы тяжело жить. Он видел этот Израиль, эти мучения, эти переживания. Он чего-то ждал. А потом, когда он встречается с Иисусом Христом, он говорит, «Всё, мир!» Вот больше ничего не надо. Вот отпускаешь с миром, вот у меня наступает мир. «Ныне отпускаешь, раба твоего владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его удивились, сказанному о нём. И благословил их Симеон, и сказал Марии и матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдёт душу, да откроются помышления многих сердец». Обратите внимание на слова Симеона, который Иисуса описывает, что вот как написано, он сначала берёт Иисуса и говорит, «Вот всё, отпускаешь, раба твоего с миром. Вот я увидел Иисуса, настаёт мир». Но слушайте, вот Иисус, Он будет вам всем предметом пререканий, многим на падение, многим на восстание. Вот я свой выбор сделал. Я много чаял, я долго ждал, да? Всё, у меня наступил мир. Я Иисуса поставил на правильную позицию в своей жизни. У меня наступает мир. А вы все послушайте. Вам Иисус будет предметом пререканий, и от вас будет зависеть, получите вы от Него мир или нет. Будет Он вам в падении или в восстании? Будет Он вам в благословении или в проклятии? Сделайте свой выбор. Каждый из нас должен сделать выбор. Иисус для нас — предмет пререканий. Кто-то скажет одно, кто-то другое. Когда жил Иисус, Он и учеников спрашивал, «За кого почитаете Меня?» Много было разделений в народе. Все Иисуса почитали за радость. Кто-то за пророка, кто-то за человека. И я больше вам скажу, кто сидит сейчас в этом зале, для нас Иисус тоже занимает разную позицию в нашей жизни. Хоть мы и ходим все в церковь. Тема моей проповеди — это сблизиться с Иисусом, чтобы сказать, как Симеон, мир, всё, спокойствие. Вот для меня теперь Иисус не предмет пререканий. То, что Он меня учит, это для меня не предмет падения, возвышения. Всё для меня, Иисус, на правильной позиции. Я с миром. Хоть сейчас отпускаешь меня с миром. Вообще интересная личность Симеона. Я, когда готовился, прочитал вот это вот… Вы думали, почему вот это сказано, что ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня? Интересная история с этим. Не знаю, правда, не правда. Но предания говорят, что Симеон — это был один из 70 умнейших переводчиков или людей. И когда египетский царь, его звали Птолемей, решил перевести Библию, тогда ещё только Старый Завет, с еврейского на греческий, он взял 70 человек. Потому что сказал, если один-два, то могут быть ошибки. А давайте возьмём 70 умнейших переводчиков. И они перевели тогда на греческий язык, с еврейского на греческий Библию, и назвали её Септуагинта. Так вот, по преданию, одним из этих переводчиков был Симеон. И когда они переводили эту Библию, он читал Исаии, переводил Исаии, когда сказано, что Дева зачнёт и родит сына, и наречёшь ему имя Иисус, он будет с нами там. И когда этот Симеон переводил, он усомнился в этом и подумал, что ну Дева, это же нелогично, и хотел уже исправить, написать, женщина или жена. И в тот момент ему явился ангел, как Захарий, и сказал, что зря так. Зря ты усомняешься в Слове Божьем. И вот пока не увидишь вот этого младенца, которого родит Дева, не умрёшь. Это было где-то в районе 200 лет до Рождества Иисуса Христа. То есть по преданию говорят, что Симеон прожил где-то 300 лет. Информация, не знаю, правда-неправда, для общего развития очень интересна. Получается, что вот логика есть. Как-то Симеону было открыто. Слушай, вот не успокоишься, пока не увидишь. Не умрёшь, пока не увидишь. Вот у тебя вся жизнь впереди. Вот если бы вам сейчас так сказали, да? Вот если что-то не сделаешь, вот не будет мира. Вот никогда не успокоишься. Даже не умрёшь спокойно, если вот что-то не сделаешь. Как бы ваша жизнь поменялась тогда? Что бы вы делали каждый день? Вот каждый день Симеон просыпается, и у него эти слова. Вот я когда-то увижу Иисуса Христа. Ну день, два, три, четыре. Ну прошло уже сто лет, никак не умирает. Прошло двести лет, никак не умирает. А обетование то есть. Вот не умрёшь, пока не увидишь. И вот я вот, не знаю, как бы вы поступали на месте Симеона. Я думаю, ему уже было тяжело жить, уже был престарелый, уже было как бы… И вот это вот внутри вот нету мира, спокойствия, пока чего-то не будет. Я думаю, он каждый день что-то искал. Каждый день он хотел найти, где же этот Иисус Христос, где его увидеть. И вот это вот, что он был в храме по вдохновению, это как бы внутренность. Что такое вдохновение? Это внутри, это в сердце. Это вот он не просто как бы по обычаю или как бы по вдохновению. То есть это говорит о том, что он этого искал, этого ждал. Он об этом думал каждый день. Вот он просыпался, шёл на работу и думал, а вдруг где-то там я увижу Иисуса Христа. Вдохновение — это как просыпается, и вот давай пойду сегодня в храм, вдруг там увижу. Его вся жизнь заключалась в том, чтобы ждать, чтобы искать, чтобы что-то делать. Я думаю, он много где был, он всех спрашивал, со всеми говорил, и он увидел это. Сблизиться с Иисусом Христом. Хочу прочитать вам один отрывок из Ветхого Завета, который очень описывает ситуацию человека, который сближается с Христом. Иова, 22 глава, с 21 стиха. Иова, 22, с 21 стиха. Сблизься же с ним, с большой буквы, с Богом, и будешь спокоен. Через это придёт к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твоё. Если ты обратишься к Содержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь иметь в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское, и будет Содержитель им золотом, блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться в Содержителе, и поднимешь к Богу лице твоё, помолишься к Нему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно исполнится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Как мы уже говорили, много людей ищут мира, добра, спокойствия. И часто мы думаем, мы так называем, вот это уже сколько, это уже два года, как в феврале началась активная война, да, и вот мы думаем, ну вот когда уже закончится, вот когда уже эти обстоятельства дадут изменяться, чтобы был у нас мир, если в семье какая-то проблема, вот когда уже эти обстоятельства изменятся, чтобы тогда у нас пришёл мир, и логика заключается в том, что часто мы люди считаем, что вот наш мир, он зависит от обстоятельств, в которых мы попадаем. Вот есть война, значит логически у нас не может быть мира, потому что как мир и война вокруг. Вот есть проблема в семье, мы не можем иметь мир, и всё вот это, и мы как бы ждём, что обстоятельства будут менять нас, но забывая, что по Слову Божьему, мир, что в Симеона был, что вот в этом отрывке, он зависит от того, от твоего чаяния, от сердца, куда ты направляешь его. И вот этот вот стих 21, 22, 21, «Сблизься же с Ним и будешь спокоен». Это очень важные слова. Приблизься к Иисусу Христу и будешь спокоен. Через это придёт к тебе добро. То есть добро не придёт, когда ты что-то сделаешь, а добро придёт, когда ты направишь своё сердце или сближешься к Иисусу Христу. Прими из уст Его закон, то есть Слово, как тебе жить, «И положи слова Его в сердце твоё. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься». Вот это вот слово «вновь устроишься» — это как бы вновь востроишься. Когда Симеон говорил, он говорил, что многие будут через Иисуса Христа что? На падение и на восстание, да? То есть Иисус Христос в нашей жизни может всё востроить опять. Если мы сблизимся к Ним, положим Его завет в своё сердце, просто в сердце, в желание, мы хотим приблизиться к Иисусу Христу, и тогда вокруг нас обстоятельства начинают, как написано, «востроиться», да? Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего. Часто мы говорим, что тяжело удалить беззаконие из своей жизни. Вот есть какой-то грех, есть какое-то переживание, припинающий, запинающий грех, не знаю, вся жизнь с этим грехом тянется за мной, как от него избавиться. И мы как бы пробуем вот этот вот грех, пробуем меняться, даём обеты, мы обещаем всё вот с Нового года, не буду после шести грешить или что-то ещё делать. Вот мы что-то хотим поменять в своей жизни, да? А получается, если ты обратишься к Вседержителю, приблизься к Нему, и будет добро, придёт к тебе добро. Мы забываем, что вот мы делаем удар на то, чтобы менять обстоятельства. Мир вот, чтобы всё было красиво вокруг. А Бог говорит, вот если ты приблизишься, вот если ты поменяешь внутри, если у тебя в чаянии будут мира внутри, тогда вокруг будет меняться. Потому что не надо переносить акценты. И будешь, вот этот 24 стих, и будешь вменять в прах блестящий металл. То есть блестящий металл, украшения, драгоценности для тебя станут как прах. И в камне потоков золото афирское. Золото будешь выбрасывать в поток, просто вот как камни, не надо тебе золота. И будет Вседержитель твоим золотом. Вот это вот очень интересное место, когда показывает о смене приоритетов. Смена приоритетов в жизни. Золото, металл драгоценный будешь выбрасывать в поток, а для тебя Вседержитель будет золотом. Ну, могу спросить, поднимите руку, для кого Вседержитель золото, а вот это вот золото готовы выбросить в поток. Вы знаете, проблема то наша в том, что мы все-таки живем в этом мире, и все-таки собираем это золото, все-таки идем на работу, зарабатываем, и как бы, но Бог говорит, вот внутри, в сердце, что важнее. Ты хочешь иметь мир, но ты же тянешься за этим золотом, но ты же тянешься за этим всем. Вот как Симеон 200 лет ждал, 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 но он тянулся за Иисусом. В нашей жизни должна прийти смена приоритетов, чтобы это ценно и материальное, оно не заняло место Бога, чтобы Бог был золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе и поднимешь к Богу лице твое, помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Когда придет радость в нашей жизни? Когда ты приблизишься к Богу, положишь в сердце свой закон Его, все это материальное и земное, оно как бы у тебя будет, но оно для тебя не имеет никакой роли, значения, оно не важно для тебя. Для тебя Бог на первом месте, тогда будешь радоваться. Поднимешь к Богу лице твое, помолишься к Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Вот когда человек может исполнить обеты. Вы знаете, мы много чего Богу обещаем, обещали в день крещения, обещаем каждый день, и часто сбиваемся, падаем, часто не получается, и мы хотим что-то менять, но забываем, что давайте начать намного раньше, сблизься с Богом. поменяй приоритеты, поставь Бога на первое место. Вот как этот Симеон, чай, 200 лет, 300, сколько тебе лет, 400 лет? Все 400 лет, чай, ожидание, желай каждый день увидеть Иисуса Христа. Ты не знаешь, где это может быть, ты не знаешь, когда, ты читаешь Библию, да, ты идёшь на работу, да, ты учишься, ты разговариваешь с кем-то. Ты вообще желаешь увидеть Иисуса Христа или нет? Или ты думаешь, что вот только в воскресенье приду? Или когда будет это, как его, вдохновение, по вдохновению когда-то приду? Или ещё что-то? Но если не будет этого желания в сердце увидеть Иисуса Христа, пропустишь, всегда пропустишь, потому что жизнь она такая, что не почаял чуть-чуть и всё, и золото этого мира заменило Иисуса Христа. И уже как там в Иеремии я читал, не будем долго читать, но в Иеремии есть такой стих, что ты думаешь, что ты царь, потому что заключил себя в кедр, обложил свой дом кедром и думаешь, что будешь царствовать? Вот это вот такое напоминание нам, что для нас ценно в этой жизни? И ещё одно место, которое, вот это вот исполнишь обеты, давайте прочитаем Иезекииля 33 глава с 30 по 33 стих. Иезекииля 33 30 «А о тебе, Сын Человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа». Вот друзья встречаются и говорят, давай в воскресенье пойдём и послушаем, какое слово придёт от Господа. «И они приходят к тебе, как на народное исходбище». Ну, народное исходбище — это как весь народ собирается. «Приходят, весь народ собирается и садятся пред лицем твоим народ мой». Садятся, да. Вот так похоже на нас, вот серьёзно. Приходят все вместе, садятся, ну, не знаю, о чём писал это Иезекииль. «И слушают слова твои». И что дальше написано? «Но не исполняют их, ибо они, ну, как бы, всё же хорошо, пришли, сели, послушали, но не исполняют. И вот ответ. «Ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается закоростью их». Вот эти вот слова. Одно дело — прийти, одно дело — послушать, одно дело — то, что вы согласитесь или не согласитесь. А совсем другое дело, что вы с этим словом сделаете у себя в сердце. Они не исполняют, потому что делают из этого забаву. Сердце их увлекается закоростью их. Почему делается забава из Слова Божьего? Забава — это как бы что-то такое неясное, не… ну, не истина. Ну вот, потому что сердце идёт за коростью их. И вот ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избывается, тогда узнают, что среди них был пророк. Люди из Слова Божьего делают забаву или как бы не принимают её всерьёз, только потому, что их сердце увлекается закоростью их. Вот этот вот 31 стих, конец, да, увлекается закоростью их. То, что мы говорили, что на первом месте в нашем сердце, чего мы ждём каждый день, чего мы ищем в своей жизни, в чём заключается наш мир. Если мы говорим, что если не будет войны, у нас будет мир, вот это вот на первом месте. Если мы говорим, что в семье вот жена будет вести себя по-другому, тогда будет мир. Вот это вот на первом месте. Если мы говорим, что вот дети будут слушаться, вот такие непослушные, тогда будет мир. Мы постоянно выталкиваем из своего сердца, постоянно кого-то хотим сделать, но вот в сердце есть то, за чем мы идём. И сердце, то, что в сердце, оно влияет на нашу жизнь. И получается, это увлекается за коростью их. Если мы хотим, как Симеон, прожить эту жизнь и каждый день ждать Иисуса Христа, нам нужно обратить внимание на то, чем мы занимаемся каждый день, что в приоритете в нашем сердце, что на первом месте. Действительно ли Бог есть нашим золотом? Действительно ли мы так хотим Его увидеть? Или мы просто всё-таки хотим ещё пожить на этой земле, заработать что-то? Ну честно, вот в чём мир, в чём наше спокойствие? У Симеона мир был только увидеть Иисуса Христа. Вот он, не знаю, заработал он на дом, не заработал он, какая у него атмосфера была вокруг, но он желал этого утешения, и он находил и только в Иисусе Христе. Вот в нашей жизни, если вас спросят, ты спокоен, у тебя есть мир, что ты ответишь? Если ты готов сказать, что у меня есть мир, потому что у меня Иисус Христос, у тебя будет мир. Но если ты будешь оправдываться, говорить, нет, ещё там не мир, вот там не мир, там тяжело будет достигнуть мира. Сблизься с Господом и получишь мир. И в заключение, я думаю, вы все знаете эти места в Римлянам с первой главы 28 стих. Что там написано? Не, не, первая глава, Римлянам, первая глава, 28 стих. Это там о том, что делать тем, которых предал Бог. Первое 28, 1, 28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства». Когда непотребства приходят в нашу жизнь? Когда бывают грехи всякие, которые тянутся за нами изо дня в день, из года в год? Когда мира нет в жизни? Когда они заботились иметь Бога в разуме? Все, что мы читали сегодня и про Симеона, и когда мы читали Иова, и когда мы читали этого и языки Иля, пророка, они все говорят, приблизься, сблизься, положи закон Бога в сердце твое, поменяй приоритет. Золото хорошо есть, вот Бог твое золото, и тогда у тебя как бы будет изменение в жизни. Что нам нужно делать каждый день? Заботиться, иметь Бога в разуме. Это легко или нет? Стараться. Это же проще, это не надо куда-то идти, куда-то ехать, да? Это же не надо, чтобы быть святым. Апостол не написал, вот поедь и проповедуй как бы там в Индию, тогда будешь святым. Нет, он сказал, слушай, каждое утро просыпаешься, встаешь, идешь на работу, позаботься, иметь Бога в разуме. Что это нужно делать? Подумайте сами. Каждый пусть решит для себя, как я озабочусь иметь Бога в разуме. Симеон 200 или с чем-то лет заботился иметь Бога в разуме. Каждый день чаял, каждый день ждал, не знал, где он увидит Иисуса Христа. Просто вот человек жил ожиданием. Так что вот это вот домашнее задание. Подумайте, как вы заботитесь иметь Бога в разуме. Я тоже думаю об этом. И не всегда получается, поэтому не всегда мир. Мир приходит только тогда, когда в сердце Бог, когда Он для нас золото, когда Он для нас ценность. Вообще, то, что мы сегодня пришли в Дом Божий, это очень хорошо. И то, что мы слушаем Слово Божие, это отлично. Но это как Иисус сказал, что Иисус сказал, помню такое выражение, «Моя пища есть творить волю Божью». И то, что мы приходим сегодня в Дом молитвы, это мы приходим как листаем поваренную книгу с рецептами. То есть мы, как рецепт, нужно найти этот рецепт, да, и всё. Но когда вы возьмёте этот рецепт и никогда его не приготовите, пользы вам от этих рецептов будет ноль. Вот то же самое мы сейчас делаем. Мы сейчас сидим и смотрим на рецепты. Вот это на Ютубе или где вы там рецепты, и вот красиво, красиво, вот хорошо, хорошо. Но пользы от этих рецептов не будет, пока мы каждый из нас не возьмём и не пойдём и не приготовим. Так вот это вот слово, заботиться, иметь Бога в разуме, это рецепт. Это рецепт хорошего блюда. Но наша пища будет только тогда, когда мы этот рецепт возьмём и что? Пища моя есть. Творить волю Божью и сделаем. То есть мы пойдём и сделаем. Да поможет нам Господь в нашей жизни не только слушать, как вот это вот Езекиил говорил, что они приходят, садятся, слушают, но не делают, потому что в сердце что? Идут за своими помыслами. Вот была для меня главная работа, вот и будет дальше. А там как бы посмотрим. Ничего не поменяется в нашей жизни, пока мы не поменяем сердце. Сегодня это просто рецепт. Наша задача идти и делать. Тогда мы будем насыщаться в Боге и меняться в лучшую сторону. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok твоему, да, закинем. И я как-то себе уявил, что я живу не в 21 столетии, я живу десь 2000 роков назад, я на цьому озере вымываю сети, вот то есть проходи мимо и каже, ну что, вы там что-то поймали? А я себе думаю, ну тебе треба, поймали, не поймали, да? Всю ночь рыбачили, всю ночь, и хоть бы что, пустые сети. Вся рыба вдруг исчезла прочь, как будто нет ее на свете. Ну хоть бы глупенький пискарь или карасик с полладошкой. Уж ладно, нещем на базар, да хоть бы что-нибудь для кошки. А тут еще вот ротозей с утра пораньше лезет в душу. Какой улов? Ответьте, эй, трясет вопросами, как грушу. Мы злились, хмурились, как вдруг к воде приблизился спаситель. Мы сразу поняли, он друг, он настоящий утешитель. Он ни о чем нас не спросил. Ему и так все-все известно. Он лодку с его наступил, плови, сказал, где глубже место. Наставник, ночь все напролет. Мы так усиленно трудились. Ну не везет нам, не клюет. Мы все изрядно истомились в глаза друг другу посмотреть. И то досадно, горько, больно. А ну-ка, Петр, забрось тут сеть. Чему твой ропот слов? Довольно. Ну, если проще сеть и брось, последний раз забросим сети. И тут такое началось. Есть чудеса на белом свете. Живым, сверкаясь серебром, сеть лучшей рыбой наполнялась. И с переполненным добром к причалу лодка возвращалась. Прохладный ветер трепетал. На голове курчавый волос. И Петр с восторгом ликовал. Кричал счастливый во весь голос. Казалось, в этой кутерьме лишь только он не волновался. Иисус, сидевший на корме, к себе чему-то улыбался. На берегу прибой волной смывался леды. И там Спаситель сказал Петру, иди за мной. И был ответ, пойду, учитель. Оставив все эти и улов, оставив все, он понял ясно. Иисус воистину любовь. Он Бог. А с Богом все прекрасно. Мой друг, тут для тебя пример. И ты, как Петр, без промедления всем сердцем Господу поверил. Иди путем благословений. О да, земная суета, предвечник вечного страдания. Но у Голгофского креста есть место, друг, для... Мой слов. Пока я это знал, наверное, же слышали, да? Я иногда, я-то знаю, но я роблю такую, я бы сказать, паузу, вроде забыл, знаете, чтобы не подсказали. И там там оправдание, там наказание, там, знаете, дают мне такие варианты. Но правильный вариант, да? Покаяние. Ты можешь прожить гарное життя, багатое життя, щедрость життя, там, но если у тебя не было этого встречения, не было встречи с Богом, то я хочу сказать, воно марнота. Просто, как какая-то гарная булька, да? Десь так на воде. Близь и едема. Вот. И очень важно мать людину встречи с Иисусом Христом, с Богом. Я хочу засвяткувать про ту встречу, которая была в моем жизни. По сути, я не роблю откриття в том, что я переконан не в том, что каждый из нас хочет быть счастливой человеком. Чи нет? Воно не зависит, чи ты маленькая, как девочка, чи ты уже свинал в тебе на скронях. Кожна людина хочет быть счастливой. Верить людина, или не верить, но хочет быть счастливой. Даже если пойти по улицам Сакраменда, спросить людей, хочет быть счастливой. Кожна людина хочет быть счастливой. Но когда ты будешь уточнять, а что ты понимаешь, что ты вкладаешь в это понимание счастья, то мы будем чувствовать разные ответы. Кто счастье в детях мает, кто счастье в работе, кто здоровье. Знаете, счастье, оно так и относительно. Кто-то придбал себе хорошую машину, и он уже на 7-м небе счастливый. А царапниться в машину, то у него столько горят. Счастье, оно так и относительно. И я хочу тоже эту тему рассказать про пошук счастья. Но хочу сказать, когда мне первый раз попалась Библия, первый раз, когда мне попалась Библия, я читал Старий Завет, Ветхий Завет. Я читаю, что-то понимаешь, что-то не понимаешь. Знаете, вот так, ну, и я помню, читаю пророка Исаию, и читаю 49-й розділ, и там есть такой цикавый 15-й вирш. И там написано, а че забудет мать своя немовля, чтобы не пожалить сына чрева своего. Ну, таке питание стоит. Я не буду питать там сестер, мамочки, скажите, чи можете забить того, кого вы носите под сердцем. Вы сказали, Виктор, про что ты говоришь? Конечно, нет. Вы памятаете, когда у них температура, как пташка над ними, вы что памятаете, первый крок, вы что памятаете для вас. Но я хочу сказать, забывают. Есть женщины, которые действительно забывают. Я хочу сказать, церковь народа Божия, когда у нас есть служение среди нас с дедом, интернаты отмечаем, много можно про это говорить. Я хочу сказать, что на Украине 100 тысяч среди, 100 тысяч ничинных детей, приживых батьков. Я знаю эту информацию, поэтому я с нею ділюсь. Что тысяч. И что цикаво, цей вірш, когда мы читаем, что забудет мать своя немовля, сам Господь отвечает на это вопрос. А если и вона забыла, я не забуду тебя. Так написано. Я написано из великой буквы. Когда именник я меня из великой буквы, мы хорошо понимаем, что это говорит Бог. Это говорит Бог. Я помню, когда я говорю, Боже, это написал про меня. Дело в том, что женщина, которая меня народила, она просто выкинула на смятник. И я думаю, вы с мной согласитесь, что кого вы молят у Бога не выкидывают. От коханных не выкидывают. Божания не выкидывают. И я хорошо понимаю, что я появился на цей свете, мабуть, небажаный. И, по сути, я до ранку мав просто быть кусочком сырого мяса, всего-навсего, но в том, что получилось совсем иначе. Я в этом вижу руку Божию. Просто человек выносил смятя. А что там пишет? А может миша? А может крис? Знаете, когда смятя выносите, интересно, кто там что вынес, вам избавиться? А тут полиция в таких окровавленных тряпках я был найден. Конечно, забрали в лекарню, реанимацию, прочее, прочее. И мне дали фамилию по фамилии врачей, которые мы не вынашивали в реанимации. Мураль, Сикорский, двойная фамилия дали имя Виктор, Виктор переводит з грецкого победитель, переможец, краяна Иванович, вот так. А свідоцци про народжение, где мать и батька у меня просто жирные прочерки, и никто мне в детстве не говорил нижних добрых слов, никто меня не гладил по голливке. Конечно, были лозунги такие все краще детям, но это были просто хорошие вывески, а за ними по суті ничего доброго. Я рис на синяках и на кулаках, я считал, что свит, в котором я находюсь, он несправедливый, он жестокий, да, потому что наше окружение, то, что нас вокруг нас, оно формулирует на святопогляди, да, если вокруг вас хорошие люди, вы скажете, да, свит хороший, все доброе, а когда такие вот колючки, то вы скажете, он колючий, несправедливый. И, будучи маленьким хлопчиком, я хотів быть счастливым, и вы знаете, я думал, что счастье, это когда ты можешь дать сдачу, счастье, это когда ты можешь постоять за себя, счастье, я думал, что счастье, оно в бисепсах, счастье, оно в силе, я думал, ничего, ничего, это вы меня так сейчас обижаете, а я вот выросну, я вот выросну, я вас всех перелавлю, я вам всем так надаю, я хотів быть сильным, я хотів быть, знаете, вот таким, И помню, когда я уже виховывался в Гасинской школе-интернат, это на Винничке, Винницкая область на Украине, и это Гасин, это такой районный центр, и у нас там был интернат, у нас в этом интернате было десь 800 сирид, 800 детей, так виховывалось. Вот. И я помню, что одно раз я почувствовал, как открылась в этом месте секция по борьбе, по самбо. Ну, это же приемы, это то, про что я мечтаю. Я прибег туда, нашел эту секцию, говорю, возьмите меня, я хочу заниматься спортом. Вы знаете, а тренер, ну, знаете, как мы дидомовские, мы в одинаковых костюмчиках, такий заморишут, да? И он, ну, брися отсюда, инкубаторский. И он меня так, наверное, раз в 15 колінком под зад, он меня спускал всех сходов. А я лез в вікно, в вікна лез, я кричал, вы не имеете права, я хочу заниматься спортом. Ну, зараз сказали, целеустремленный, да, такий? Я был такой, ну, да, как-то так, ну, тут борьба, и он меня так не хочет. И тренер побачил, что никак от меня не сбавишься. Він решил взять меня на тренировки, устроить мне такой жим, ну, чтобы я сам втек. Вот, а я очень любил спорт. Я вспомнил, мне приемы снились, как в тот час вы с мной встретились и сказали, Виктор, расскажи что-нибудь про борьбу, про спорт, потому что я сам бы перейшел на дзюдо, я мог бы говорить ночью напролёт. По суті, что нас наповняет, погодьтесь, да, что нас наповняет, про то мы и говорим, да? Да? Если нас наповняют каструли, мы говорим там про рецепты, если нас наповняют там тряпки, мы говорим про какие-то бренды, если нас наповняет политика, мы говорим там Путин, Тимошенко, там, я знаю, там, Зеленский и прочее. Что нас наповняет, про то мы и говорим, да? Ну, если нас Господь наповняет, то мы так же будем скресе сюда говорить за Него, или не так, да? А Слово Божие каже, а вы наповняете, что Господи, что? Что? Не замовкайте, Бог хочет, чтобы мы говорили, чтобы мы разносили цю радостную височку при Него. Вот. Но я хочу сказать, для меня в той час спорт – это был идол. Что такое идол? Идол – это то, что между тобой и Богом, да? Вот. Все может быть идолом. Идолом может быть ваша машина, идолом может быть ваше здоровье, идолом может быть ваши дети, какие-то забаганки могут быть идолом, да? Женка для человека, да? Человек для женщины, да? Может быть идолом. Это то, что заслоняет от тебя Бога. И я хочу сказать, что я по спорту очень хорошо пошел. Я 17 лет был кандидатом, 20 лет я был мастер спорта международного класса. У меня нос задирался, 7-ая Олимпиада народа СССР. Я выиграл сребло, я был в сборной Украины. Олимпийские надії. И мне, я щиро говорю, мне понравилось, когда мои фотографии в советском спорте, там спортивная Украина, знаете, и тебя познакомят. Куда не прийдет, тебя запрошивают до столика. Кожен бьет тебе в груди, я кинуть тебе в друг, знаете. Но я думаю, что Богу было, ну, мабуть, важно остановить это. Ну, я бы сказал, безумие, конечно. Потому что я вам расскажу одну историю. Я думаю, что она очень важная. Я не был вирующим человеком. Ну, по-перше, у нас в дедомных интернатах начали в таком атеистическом дусе, да? Если про вируши рассказывали какие-то истории, то такие страшилки, что ты иногда думаешь, как их земля носит, да? Вот так. И кровь пьют, и в жертву приносят. Вот таки. Что интересно вам, в 1974 году я такой молодой, перспективный спортсмен. Я мрюю про Олимпийские игры. Я переконанный в том, что в моей весовой категории мені рівного нема. И, если вы помните, кто постарше, да, то, может, помните. Колись между Радянским Союзом и Кубой были такие дружные отношения. Дуже дружные. Когда Фидель Кастро, первый секретарь Компартии Кубы, приезжал здесь в Радянский Союз, то, я хочу сказать, что со всех репродукторов звучало там Куба – любовь моя, остров Зариба-Гровый, да? Там, знаете, вот такое… Раньше не было этих гендиков, ну, телефонов, да? Если ты хотел какие-то новини почути, тебе нужно было где-то на перекресток выходить. Там были такие репродукторы. Слухаешь, там, цикавый такой час был. Ага. И между Радянским Союзом и Кубой решили сделать фестиваль. Фестиваль на Кубе в Гавані. Вот. И, я помню, это была зима у нас так, но туда приехали лето, все тепло, хорошо. Зустрели нас. Вот, очень хорошо. Мне пропонували, ты, ну, поддавайся трошки этим кубинцам, а что я маю поддаваться? Хай тренируется, добрый, да? Я их всех там, они били рукою по ковру, это значит, признавали свою поразку. И сам Фидель Кастро, он нас наградживал медалями и давал такие, ну, дипломчики, да? И я помню, я так стою, такий, знаете, счастливый, я дивлюсь на него, и мне показалось, что у него борода, у него такая шмолистая черная борода, он такой военно-мкиселий, так и был. И такая вона подбрита, настолько так, что я так глянул, я думаю, бороду приклею. Мне показалось, что борода у него приклеена. И думаю, сейчас я тебя позорю. И он мне только медальку одевает, я за бороду и вниз, а у него, кажется, борода настоящая. А он этого не ожидал, потому что там, если ты хочешь что-то сказать или что-то сделать, ты должен это говорить, оно должно быть запротоколировано. Он этого не ожидал, он как-то так высохнулся сразу. И это же момент, знаете, вот такие, ну, стоят люди в теннисках, знаете, моментально. И, из всех сторон, на меня дивились там дула автоматов. Вот я аж похолодел там, знаете, так, как в морозильнике. Сразу мороз такий в мене, так все. И, конечно, Швиделькастр, он понял мою глупость, знаете, он так посмехнулся, руки помахал. И они эти автомати поховали, а потом они меня щупали. И говорят, слушай, ты невероятно счастлива людина. Как бы он не посмехнулся, как бы он там руки не помахал. Да мы с тобой решительно сделали. Бо никому не дозволено командора дергать за бороду. Я говорю, я больше не буду. Ну, конечно, я больше не буду, ты уже не въездный, там, да, родина доверила, знаете, вот таке. Но я думаю, что тогда могло моё життя вверховаться все на все, да, что там стоило нажать на цей короб. А я думаю, что это Бог не дав это сделать. Вот. И я помню, я еще вернулся, когда в 1974 году я вернулся в Советский Союз. И я еще мав ехать на выбирковые змагания. И по дороге в аэропорт получилось так. Есть такая версия, что водитель выехал на Зустричную, получилось такое столкновение. Я спал на заднем сиденье цей Волги, и я не мог понять, что я не могу вздохнуть, выдохнуть, что я не могу пошевельнуться, знаете, я даже стонать не мог, знаете, так який стан, и я не могу. А мозг, то працюешь, ты что-то изображаешь, а не можешь понять, ну, что с тобой, что с тобой случилось. Я потом приехала скорая помощь, и цей врач, он глянул на эту ситуацию, на эту аварию, и он сказал, да, это мы шел с кистками, вы смотрите, сколько он крови потерял, да, мы его до лекарни довезем. И, знаете, Бог використовывает хлопчину, хлопчина, который был у него санитаром. И он говорит, так у него все-таки пульс прощупывается, давайте мы его заберем в лекарню, давайте заберем. И такой был настырный хлопчина, знаете, да, то, как вроде бы отмахивается от него, а он за ним, ну, давайте, ну, давайте. И цей врач махнув руку и сказал, да, везет куда хотите, ну, все равно же не довезете, ну, не довезете, ну, это жмурик, знаешь, ну, типа, готовый. Вот, и эту машину растягивали, меня извести, витягивали, все. Это было под Вінницей, и в Віннице, я был там в этой лекарне, 8 месяцев, мне оперировали, растягивали, там, знаете, капроны вшивали. Врачи сказали, что, если я выкарабкаюсь, ну, выйду из лекарни, то я буду до инвалидного везка прикований, вот, там, и позвоночник, и все, ну, что-то такое. Вы знаете, что мне было боляче? Мне было боляче, может, не, ну, авария, ну, я разумею, это как на ковер, ты выходишь, да, кто-то виходит победителем, а кто-то виходит, мает поразку. Какой-то так, но мне было боляче, что, казалось, у меня море друзей, а в цей критичный момент моего життя я ни одного друга за цих 8 месяцев не бачил колосового ліжка, да? Ну, хоть какую-то бутылочку кефира принес, кто-то похлопал там по плечу и сказал, ничего, ни одно. Ты был им нужен, когда ты что-то мог там, знаешь, на тебя можно было ставки ставить, а тут, в таком стане. Ну, что цікаво, я лежал около векна, я добре помню, я дивился на это синее небо, и я кричал, я кричал, я говорю, Бог, если ты есть, да, претензии такие у меня были до Бога, я говорю, Бог, если ты есть, ты несправедливый. Я без 5 минут олімпийский чемпион, а теперь я тут развалена, и я никому не нужный. И это было тяжело, знаете, ну, но что-то такое внутри бунтувало, ну, были такие думки, а не смотришь, у меня таблеток, выпей ніякого завтра, ніякой боли, все хорошо. Знаешь, там все, вот, и, но что-то внутри, что, ну, надо бороться за себя, надо как-то так, вот, и я решил, что я докажу, что я такая волевая людина, что я, ну, все. И я помню, я тоді в лекарні пришел до такой думки, что мне надо кудись поступать, треба, ну, если у меня будет диплом, я не буду Витька, я буду Виктор Иванович, я буду поважная людина, мне захотелось кудись там, собственно, поступать, я начал готовиться. И через год, это в 75-м году, я подаю документы Киевского университета имени Шевченко, подаю на философский факультет, вот, и, на диву, я очень хорошо сдал экзамены, вот, очень хорошо сдал экзамены, вот, и было 8 человек на месте, там была співбесада в деканате, а поскольку я круглый сирота, поскольку я прошлый ведущий спортсмен, я был зачислен в этот университет. И я хочу сказать, я вообще все непогано, у меня была цель, червоне диплом, мне, как что-то с пятибальностью ставили мне четверку, это все равно, как кто-то мне ляпа садал, знаете, вот так, это меня так обурювало, у меня в зачетке все были пятерки, все, вот, и, и что цікаво, десь на четвертом, пятом курсе, мне в голову стали приходить, казалось бы, такие беззабидные питания, чого рады ты живешь? Вот мне цікаво, вам такие думки приходили в голову? Ну, чого рады я живу, да? Ну, діти скажут, ну, я живу, чтобы мама была довольна, там, знаешь, там, посуду помити, там, десь в школу хорошую оціночку принести, да? Ну, ну, чого рады живешь? И, казалось бы, ты, я вивчаю кучу ізмів, да, різных там, и каждая философская система, они, как бы учат, знаешь, там, вжити, как треба. И ты понимаешь, что на таке питание, чого рады ты живешь, ты не можешь дать ответы. Я хочу сказать, без Библии, без Слово Божьего, ты не дасешь правильную ответственность на это питание, чого рады ты живешь. Я переконан в том, что мы знаем, чого мы живем. Мы сегодня по дороге на небо, мы собрались тут, да? У нас остановка, сегодняшняя встреча, уже завтра будет историей, да? Вот, и мы знаем, что наша жизнь – это экзамен, экзамен предвеченностью. Мы хотим прожить так, что, когда придет Господь, да, или будет встреча, да, встречение с Господом, как Симеона, чтобы мы слышали от Него, иди в радость свою добрый и верный раб, да? Мы желаем наследовать небо, потому что Иисус, когда Он оставил славу неба и пришел на эту землю, он не рассказывал, как делить там, ну, так сказать, наследство, да? Но он рассказывал про Царство Небесное. Основная тема его было про Царство Небесное. Мы по дороге на небо. Вот. Но я в тот момент, я этого ничего не ждал, просто, напросто. Я думаю, ну, жизнь одна. И, ну, добре, я пойду в аспирантуру, я стану академиком. А далі? А шо далі? Прийде час, буде холмик, такий холмик, і буде рік твоего народження, рік твоей смерти, маленький таре, як, вроде, кто-то висеркнул твоё життя. Какаясь безсмислиця, знаете, вот так. Вот. И я пришел до такой думки, что життя одне, и это життя треба прожити, ну, своё задоволение, да? Ну, у нас всіх одне життя, как бы сказать, так, путь на земле, да? Вот. Это не книжечка, что ты вырвал сториночку, переписал как-то по-новому, да? А как оно есть, оно складает твоё життя. Я пришел до такой думки, что всё покупается, всё продается, всё мае свою ціну, всё таки, знаешь? Ну, я пришел до такой думки, что счастье, как сказали, знаете, в Радянском Союзе, счастье не в грошах, а в их кількості. Ну, мне захотелось быть большим человеком, и я думаю, ничего плохого в этом нет, когда, ну, даже кто из нас присутствует, хочет быть большим, это нормально. Авраам был большим человеком? Большим человеком. Йова, про которого сегодня вспомнили, тоже. Большим человеком? Большим человеком. Вот. У него там, я когда читаю, у него было только три тысячи дойных верблюдиц, где я думаю, что тебе две коровки мало, да? Ну, большим человеком. Вот. Но, я хочу сказать, для них не было оно идолом, да? Помните, когда он всё лишился, он сказал, Бог дал, Бог взял, да будет благословен и прославлено его свято имя, да? Он не держал его. Хотя мы в Библии читаем историю, что один юнак подъйшов до Иисуса и говорит, что мне делать, что наследовать Царство Небесное, да? И там написано, что в цьем разговоре с ним Иисус навіть его полюбил, да? Он знал Слово, он знал Тору, он всё знал. Но когда Иисус ему сказал, продай своё богатство, раздай беду Аллахам, да? И иди за мною. То что он так сделал? О, нет. Там написано, опечалился, да? Он сказал, да? Просто для него тогда богатство было идолом. Ну, я так трошки размирковываю с вами, бо я хотів би, чтобы в нашем жизни тоже были правильные акценти. И, ну, как брат сегодня сказал, выкинути золото, да? Не должно оно держать, да? Не в этом, да? Но если тебе Бог даёт, то я его использую на славу Божию, да? Ну, так оно у меня десь на рівні підсвідомості. Была ця идея, бути багатою людиною. И получилось так, что, когда я приехал в Гайсин, у нас в Гайсин, в школе-інтернат, раз в рік проводили зустріч с випускниками. Знаете, я приехал, колись такий драчун, був в цей школе, я тут приехал з нос красным дипломом, такий нос на него, хоть проводи поднимай, чтобы там не замкнуло, да? И я побачил там одну девчонку, вона посмехнулася, в ней такие ямочки, и все, и я растаю сразу, и, ну, просто закахался в нею. Я казался, она в Киеве, я в Киеве, я сам за нею там, ухаживать за нею, а потом я сделал ей пропозицию, и уходи за меня, и у нас в первой пропозиции погодилось, и зараз уже 41 рік, мы плече в плече живем разом, людочка, да? Такое. Вот. И моя дружина працювала на фабрике поліграф книга, це, ну, выпускали, ну, книжки, ну, и, наприклад, вы знаете, я, коли приходил на эту фабрику, мне цікавило, а як робляться иллюстрации, да? Ну, вот, наприклад, ну, як можно так? Небеса проповеду славу, дела хвищают твердь, да? Ну, как бы сказать, вот, 18-й псалон, да? Ну, как оно робится? Я людей, иначе, роботників там, розпитую. Ну, и никто ни разу не сказал, кто вы такие, что вы тут вы нюхаете? А ну, кто вы такие? Ну, ни разу, ну, какий-то, может, инженерушка, может, там, знаешь, вот. И я загорился цей поліграфией, и я решил, как бы сказать, знаете, как в Радянском Союзе сказали, а чтоб ты жив на одну зарплату, оно звучало, как прокляття, да? Ну, как мы на одну зарплату? Мы же вертялись, крутились, мы старались десь, какой-то, со стороны, шесть мать, вот. И я решил заняться, ну, поліграфией. И, казалось бы, у меня идея такая появилась. Колись люди збирали макулатуру, сдавали торсерье, им давали талончики, потом этим талончиком они шли в книжний магазин и мали привилею купить собі там Граф Монте-Кристо, там, Джека Лондона, там, Шукшина, ну, читали мы ці книжки, не читали, не це важливо. Нам было важливо, чтобы кто-нибудь в гости до нас прийде, а у нас таки дефицитные книжки, знаете, вот так у нас. И ци талони, знаете, я прийду на биржу, только покажу, сколько у меня цих талон, и мне оптом забрали ци талони, знаете. И казалось, я уже на цих талонах мав больше, чем я получал заплатню там по свої спеціалізації. И казалось бы, ну, зупинися, ну, зупинися, ну, все, капайте трошки, ну, все, будь довольный, все, вот. Але я думаю, ви зі мною погодитесь, що гріх, коли він ходить в сердце людини, він не просто там десь якийсь куточку там, собі там, ну, містечко собі з'явить, а він пустая, як ракова пухлина, він пускається, метастази. І я помню, щось, мені така думка прийшла, а чи можу я робити водяні знаки, я начало экспериментировать з бумагою. Мені було цікаво, знаете, щоб так вот бумага, бумага, дивися на сонечко, і ти можеш любий там малюнок зробити там, такий водяний. І я навчився робити. Я навчився, да. І коли я зробив, ну, решив порядок, експериментом. Якщо помните, колись були такі, ну, четвертаки називали, да, 25-рубльові купюри. От, кстати, це були хороші гроші, якщо така якась бабулька получала 25-рублів пенсії, то повірте, вона на бісарабський ринок приходила пальцем віром, вона була так востребована. Це були хороші гроші, да. От. І я коли взяв цю купюру, я розбив її на цвіта, я її прокатав, знаєте, все. І коли я її прокатав, в мене з першої купюри вийшлося не ідеально. Ти дивися, де настоящее, де фашове, одінаково, ідентичне. І все. Знаєш, ти одразу не скажеш, яка. Все як треба. Зірочки є. Владимир Іліч без кашкета, так як треба. Ну, єдиний недостаток, ну, на кожній купюри єдиний і той же номер. В принципі, хто на ці номера звертає увагу. Я три з половиною років печатав ці гроші. Три з половиною років. Я хочу вам сказати, що ці три з половиною роки, за ці три з половиною роки мені ніхто ні разу не сказав, вибачте, я вашу купюру не візьму, на якась подозрительна. Ну, всі степені захисту, ну, єдиний недостаток, один і той же номер. Хто на ці номери звертає увагу? Так, людині важливо. Достоїнство купюри, що ти можеш придбати. Ну, я хочу вам відверто сказати, так як воно є. Ці три з половиною роки, це мої біографії, це були самі чорні, самі, я б сказав би, жуткі роки. І я думаю, зі мною погодити, що гріх, він не робить людину щасливою. Я йду по вулиці, хтось на мене уважно подивиться, я думаю, все, міліція, охружили, живой не дамся. Знаєте, ти мокрий стоїш, просто людина на тебе подивилася, це там, чи міліцейська машина, я помню, затормозилась коло мене, і моє серце тарабанило вже в п'ятках. Знаєте, от, 118-й псалом, псаломопівець Завіт, він каже такі слова. Це, по-моєму, 71-й вірш, і 67-й, він каже, благо мені, що я постраждав, аби навчитись уставам твоїм. І трошки вище, він каже, прежі страдання моєго, я заблуждався, а нині ім'я твоє славлю. Іншими словами, він говорить, благословенні ті страждання, які приводять нас до Бога. Може, і у вас все було гарно, у вас все було в елочках, все було хорошо, все було чудово, але засвіркали там блискавки над головою, хмари чорні, і ви впали на коліна. Боже, я хочу сказати, благословенні ті страждання, які приводять нас до Бога. Ну, в той час я так не думав, так, і це було в 85-му році. Я був настільки, ну, як би сказати, ну, не електролізований такий, і настільки мене, ну, я рішив просто, знаєте, зникнути, я рішив поїхати на Чорне море, і десь там, ну, це літо було, я рішив там десь на морі відпочити трошки, розвіятися. І що цікаво, коли я ранком вийшов до моря, я поняв, що я в капкані, до мене підійшли, показали в доставлення, сказали, вивовся в союзному розыскі, руки. Я говорю, слухайте, якісь недорозуміяния? Ну, яке недорозуміяние? Клас, клас, полотенечко накинули, там, давай спокійно, все, давай без шуму, от, розберемося. І вже вечером я вже був в центральній тюрмі міста Києва. Рішотки, по суті, ти живеш в туалеті, ту їжу, яку тобі дають, не то, що їсти, дивитися не хочеться. І отак, казалось би, вчора чайки, море, сонце, знаєш, а тут все так зупинилось, обірвалося все. У нас була слідча група від Комітету госпезпасності, чомусь від Комітету госпезпасності, бо це економічний підрив, і чомусь вони оприділили, що бумага з Турції, хоча я цю бумагу брав на конфетні фабрики, і я опрацьовував цю бумагу, щоб на ній були водяні знаки, а потім вже прокатував собі ці купюри, потім нарізав, сушив, нарізав. І вони, коли на кінокамеру, ну, є такий слідчий експеримент, знімали процес виготовлення цієї купюри, то я хочу сказати, вони були в захваті, вони були в захваті. Він говорив, слухай, Сікорський, та тобі треба взагалі Нобельську премію, знаєш, що ти в домашніх умовах такого високого гатунку печатав ці гроші. Якби ти ці різні номера бив би, хто там би там на тебе, хто би шукав би, хто на тебе би вийшов би, знаєтеся. Але я хочу сказати, що Верховний суд України мислів зовсім інакше. Прокурор требав розстрілу, він сказав, люди, які навчилися це робити, а стаття 79, вона позволяла від 10 років до вищої міри покарання розстрілу. І коли вони питали, скільки ти їх випустив, ти хоч якийсь учот вів, який учот, скільки треба, скільки печатав. Я ж не вважав, а з банків виловлено десь більше мільйона рублів. І вони в один голос говорили, ти не є жилець, ти будеш розстріляний. Але, знаєте, якщо ви пам'ятаєте, ну бувають ситуації, коли ставлять велику жирну крапку, але я хочу сказати, є той, який все і крапка робить кому. Ну, запятаю, ну, точку, а запятаю, а що таке кома? Продолжение следует, продолжение следует. І якщо ви пам'ятаєте, 85-86 рік, тоді до влади прийшов Горбачов, тоді почалася ця пресловута перестройка, появились такі слова, комунізація, мораторію на смертну казнь, то і все прочее. І підпливом, як би сказати, ну, вже така весна, знаєте, хлину, от мене не розстріляли, мені дали 14 років, потім мені 4 роки зрізали, було 10 років без права на амністію, без права на помилування. І в мене от книжечка є, точка? Нєт? Запятаю. Історія Фальшиманеччика, спаціонного Господом. І я тут пишу, що дякуючи перестройку, перестройку, яку Господь, ну, зробив ради Фальшиманеччика Сікорського. І от я не був розстріляний. Але, знаєте, якщо ви мене побачили збіречки на грудях і сказали, Віктор, а за що ти відбуваєш покарання? Я сказав, мені за що, я хороша людина. Я допомагав державі пускати грошову масу. Мені треба орден, мені треба якимось там експертам запросити там. Я хороша людина. І я вважав, що я дуже хороша людина, бо я ніодної бабульки не проходив мимо, якщо не тикнує четверта. Хай фальшивий, так? Ну, я вважав, що я хороший. І в мене були такі плани, мрії, що якщо якимось чином я вирвусь на волю, я буду печатати гроші, я буду розкидувати їх по вулицям. Ну, на що в людині працювати? Підняв пачку грошей і живи собі, насолоджуються життям. Такові були мої плани. Тут у Біблії між іщем є такі слова в 55-му розділі. Пам'ятте, коли Господь каже, мої думки не ваші, такі мої думки. Ми інколи строїмо плани, а є той, який вносить свої характери в наші плани. І я хочу сказати, я ще застав в віручих в тюрмах. Я застав. І я відверто хочу сказати, якщо мені хтось сказав, слухай, Сікорський, продай трошки часу, і ти будеш такий, як вони. Я сказав, як вони, та ніколи в житті. От імусь скажу, візьмій віночок підміти, так? Він взяв підмію без всяких проблем. Попробуй мені, скажи, візьмій віночок. І цей віночок побив на голові того, хто мені це сказав. Мені казав, що я зовсім місьше тісто зліплений. І, ну, і я не позволяв, щоб мені на голову лізли. І все. Наскільки я, прошлого спортсмена, я тренував людей, які хотіли мати уміти удушаючі, болєві. Тренірую. І так, по тюремним нормам, ну, як би сказали, живу непогано. І так, ось так я вважав. Але 1988 році, коли було тисячелеття, крещені Русі узніку совісті випускали на волю. Це було таке. А через рік, це було 89 рік, у нас тюрьма була десь 2,5 тисяч в'язнів. І пронісся такий слух, що там приїхали якісь христосики. Знаєте, ну, ці повіруючі. Приїхали там з іваналізацією, приїхали там з інструментами. Там такі дівчата гарні, знаєте, і цей слух зразу, знаєте, по всій тюрьмі. А де вони будуть? Де вони будуть? Кінотеатр Сніжинка. Кінотеатр Сніжинка це лавочки під відкритим небом. Знаєте, цепляли, да ми тут за хреста деякі рубашки познімали, там цілий Третьяковський, галереї, знаєте, тут Богородіца, тут Копола, сині такі. Вони на нас дивяться, на якийсь звіринець. Ми на них дивимося інопланетяни. От, як вони гарно співали. Я настільки був просто вражений. Я думаю, це філармонію наняли, заплатили, і от стараються. Зараз багато із цих, ну, братів і сестер, які, коли приїжджали на цю іваналізацію, вони зараз мої щирі друзі, і я дуже радий тому. Але, знаєте, як Колесіана говорить, що б ви не робили, робіть як? Для Господа. Вони для Господа старались. А я сидів на першому ряду, щоб мене нічого не відвлікало, щоб так хорошо, уважно чути все. Ну, вроді в мене якась така була, ну, претензія на якусь духовність, так, ну, ставши якийсь вищий розум, ну, можна так, можна так, такі мене були, такі таракани в голові, так? А коли вони піднімали Біблію, казали, так, Бог ввозлюбив цей світ, що віддав Сина Своєї Дінародного, коли вони взяли за історію, історію Івангелія від Луки і розказували за те, як розпинали Христа, і першого, кого Бог ввів в Царство Небесне, це був в'язень, так? Пам'ятаєте, там діалог такий, один каже, я вичуду зімиє нас, знаєш, там, казали ж би, от Ісус, і два різних погляда, так? І другий теж розбійник, але каже, Господі, пом'яни мене в Царство Твоєму Небесному, так? І, ви знаєте, мене вражає, я коли навіть до підщастя готовлюся, перешитують ці місця, мене ж сльози бронять на очах. Навіть на Христі, навіть на Христі Він спасав. Чуєте? Він міг би сказати, слухай, а коли ти розбійничав, що ти тоді, що ти не чув про мене, що я мертвих розкрешав, проказ зачищаю, зір вертаю, так? Чому ти до мене не звернувся? А тепер, коли вже ніяка сила, тебе не знімеш цих ржавих цвяхів, ти пом'яни мене, так? А став мене спокою, ні слова докору, ні слова докору. І Господь Йому сказав, знає, ці солодкі слова, так? Нині ти будеш зі мною в раю, так? Якщо мене хоче, щоб це почути від Господа. Які солодкі слова. І Він сказав цьому розвійнику. І коли вони це говорять, а я сижу і слухаю, і думаю, хворі люди, хворі люди, за місце під сонцем, треба зубами, руками, ногами дратися, про що ви говорите? Знаєте? А Він каже, а Біблія говорить, а Слово Боже говорить. Знаєте, що мене зайило? Що я так вже, знаєте, по важному віці, як кажуть, а Слово Боже не читав, в руках не тримав. Знаєте, ну, я не став церемонитись, я прямо з місця почав кричати, слухай, а їх предупредили, що якщо у вас в'язні будуть щось просити, без нашого дозволу нічого не давайте. Знаєте? І в цей момент підійшов і певню, замполіт у нас був так, ну, зараз є зам по соціальній роботі, а раніше були замполіти, да, майор підійшов, і він каже, цей віручий каже, от в'язень просить Слово Боже, може ми домуємо Євангелія, може ми домуємо Євангелія. А він так на мене глянув, цей Тарасенко, і каже, кому? О, Сікорському, ти ж потеряний, його уб'ют или зарежут, так і не освобождається. Ви йому хоч десять давать, я безполезно. Я кажу, не треба мені десять, мені одну книжечку. І він мені дав, він мені дав цей новий завіт, знаєте, отак, і він мені каже, поміця, що ти її прочитаєш з першої буквочки до останньої крапки. Я йому сказав, ти можеш не переживати, мене сроку вистачає. Я дуже уважно, я дуже уважно прочитаю. І він мені каже, це не ця книжка, коли ти цигарку в зуби, тобі нічого не відкриться. Перед тим, як ти будеш відкривати Слово Божі, ти помалися, скажи, Господи, в розумі, настави. І тоді вже, ну, з молитвою читай. Ти обіцяєш? Я думаю, ну, пообіцяй, ну, забереш, знаєте. А сам питаю хлопці, а ви ще будете приїжджати? Це ваша разова акція. Він каже, да, ми будемо старатись. Я думаю, ну, все, ти не знаєш, кому ти даєш в слідущий раз? Я ж від вашої філософії я не ставлю камінь на камінь. Знаєте? Звісно, після цього благовістя їх вивели, це як треба. А тюрма є тюрма. В тюрмі ти 24 часа на очах. І я пам'ятаю, коли стало тихо трошки, я об'явили, ну, отбой, я вийшов на коридор, нікого нема, все, я достався і в Англії. Я говорю, Боже, я не знаю, ти там є чи ні? Ну, я тому типу пообіщав, ти мені маєш тут щось відкривати, давай відкривай. Ну, думаєш, я спитаю, молився? Молився, да? І я відкриваю Новий Завет, а він починається з Івангелія від Матвія, а Івангелія від Матвія, як ви знаєте, воно починається з родослов'я, да? Толітот по-єврійськи, да? Авраам родив Ісаак, Ісаак родив Іакова. Я думаю, нічо собі, мужики рожають. Вроде, вроде жінки мають рожати, мужики рожають, що я начал виписувати там такі компромати, думаю, щоб покусати. Ну, я зараз то розумію, від сім'ї мужіни, да, ідуть. І я виписую все таки, знаєш, там мене такий азарт, знаєте, от приїдуть, а я їм, знає, хігним словом, знаєте. Ну, що цікаво, я хочу вам сказати, дійсно, коли ми читаємо, Бог говорить через це слово, що слово моє, яке сходить з уст моїх, воно не падає даремно. Але воно проводить свою роботу. Я хотів би вас переконати, якщо ви з кимось говорите про Бога, і хтось, може, насміхається, і хтось, може, так вважає, що ви там нижі Плінтуса, не переживайте. Ваше тіло сігить Слово Боже, а в свій час це слово, знає, яке зернятко, воно зробить свою роботу. Воно робить свою роботу. І що цікаво, я коли прочитав цей Новий Завет, я мало що зрозумів, що я розумію на сьогоднішній день, да, вже і семінар я за спинавою, там, і все. От, і читаю Біблію, я читаю постійно. От, я не буду казати, так сказати, от хвалько, да, скільки раз від биття до відкриєння прочитав, да. От, тут дійсно в кожній букві стільки мудрості, знаєте, я читаю її постійно. Є якась можливість? От, відкриваю, почитаю трошки, Боже, між діщем, всею молитвою. Боже, відкрию очі мого серця, врозумляй, наставляй мене, Господі, дякую Тебе, все, і читаю. От. Я поняв, що я не так живу. Я не так живу. Знаєте, таке було враження, як мене хтось так встряхнув, і я розумію, що, ну, навіть якийсь інший погляд в мене був, навіть на ці обставини, які я нахожусь. Я дивився на таких вязнів, як сам, і думаю, якась машина возня, ми розбігаємося, головою б'ємося об стінку, і ми думаємо, що ми хорошо розбігаємося, да, що ми так погано розбігаємося, що не можемо там цю стіну проблем пробити, да, а Ісус каже, я двері вівцям, війдіть і пажиті найдете, да, ми так лупимося, хоча рядом ці двері, і що для мене було відкриття, відверто кажу, для мене було відкриття, що Ісус Христос це не міфічна якась особистість, це не видумка, а це дійсно реальна особистість, і то, що тут написано, це є правда. Це є правда, навіть 1989 рік, це було в 1989 році, від чого, відріздва Христову, і я згадую цей період, я їм, так, мої думки навколо Ісуса Христа, я хожу, мої думки навколо Христа, я хочу спати, мої думки навколо Євангелія, як мені казалось, що Бог, Він вже Духосвятим, вже працював над моїм таким, знаєте, серцем, і я помню, одного разу мені в голову прийшла така думка, а який я є, ну який я є, в очах Божих, да, от ми маємо своїх друзів, да, ми в очах друзів хочемо, щоб вони нас цінували, щоб вони нас любили, да, щоб вони родили від того, знаєте, ми, ми десь працюємо, ми теж хочемо, щоб там, де ми працюємо, щоб нас цінували, там, зарплату піднімали, там, преміальні давали, да, цінували, так, да, замічали, може, в церкві ми хочемо, так, щоб присвітер бачив німф над головою нашою, да, якщо він цього, ну, німфа не бачить, да, то нас він коли це задіває, що, як це там, я такий, чи я така свята, а він мене не замечає, але я хочу сказати, важливо не то, як хто-хто щось на тебе дивиться, дуже важливо, як Бог на тебе дивиться, як Бог на тебе дивиться, і я помню, коли я так, оця думка, я якби очима Христа, я глянув на себе, і я хочу сказати, я був в жахі, я просто був в ужасі, думаю, куди не ткни, гниль, да нічого хорошого, я вмію, там, наприклад, руки ламати, я вмію, там, знаєш, там, дратися, я вмію, все життя, я отак, і я от, ну, я розумію, ну, наскільки я мерзутний, знаєте, це просто в очах Божих, я помню, ну, це не то, що я стою на краю, якоюсь провалений, да, бездне, я просто стою, і я з космічного шкорусью, лечу, ну, життя, да, і я розумію, що якщо моє життя прерветься, де я буду, я розумію, що я буду в пеклі, а що, я ж нічого хорошого не робив, де я буду в пеклі, відвічне питання, а що робити, а що робити, ні одного віру, чого нема, всіх освободили, хоч би одного ставили, да, тут куча питань, знаєте, все, от такі, життєво, важливих, і ні одного віру, чого нема, що робити, що робити, я знову начал пересчитувати це, і в Англії, і я хочу сказати, я його вже читав, не міськами його читав, да, а я його читав серцем, Боже, а що мені робити, ну, повинен якийсь вихід бути з цією ситуацією, знаєте, ну, тут якесь, знаєш, ну, а там написано, помните, коли Ісус Христос почав своє суспільне служіння, перші його слова були, покайтесь, бо приблизилось царство Боже, помните, коли там хрещенія прийняв, він тоді був поведений в пустелю, міжчим духом, поведений в пустелю, і там його спокусував, князь світу цього, і от коли він вернувся, то перші його слова були покайтесь, бо приблизилось царство Боже, я коли це, ну, покайтесь, да, покайтесь, а що таке покайтесь, як ус повинно писати, ще сроку додати, що таке покайтесь, я ж нічого хорошого в житті не робив, що таке покайтесь, от таке мене там, знаєте, як внутрі, що таке покайтесь, і я не буду багато говорити про це, але я хочу сказати, боротьба йшла внутрі, тому що апостол Павел, він так і каже, що наша боротьба не проти плоті крові, а наша боротьба проти духов, злове піднєбесне, таке, тобто кожен із нас, ми знаходимося якби в стані війни, так, між добром і злом, між благословіннями, проклятіями, так, і коли ти жив в цьому світі, і грішив, дьявол був тобою задоволений, давай, давай, так, що знаєш там, а коли ти навертаєшся до Христа, ти становишся для нього мішенню, так, і він навіває такі думки, та що ти хворий, знаєте, його тактика, не роби цього зараз, не кайся, ну, порох посипиться себе, ти скажеш, ой, господі, ну, ти до цього, можеш і не дожити, просто-напросто, знаєте, так, подивіться, скільки, як я думаю, ми всі в черзі на вічність, але хтось обганяє нас, так, і ті, хто помоложе, казали б, докуда, знаєш, а вони вже, ну, отаке, але хоче, чи не хоче, як Елісіаз говорить, всіму свій час, час народжуватися, час змирати, час збирати камні, розкидувати камні, але всі ми перед цією вічністю стоїмо, знаєте, дуже, і я хочу вам сказати, по-перше, і для мене ще, так, було відкриття, що Ісус Христос – це реальна особистість, і що тут написано, це є правда, і що цією правдою робити, і я хочу сказати, я дякую Богу, що в моєму житті було 10 вересня 89 року, це для мене дуже важливий день, це прямо, ну, значимий день в моєму житті, це оце зустрічення, це така зустріч, це таке, коли я прийняв таке рішення, я сказав, Господі, я переконаний в тому, що покаяння – це волеве рішення, це не емоційний сплеск, емоція раз, потім відійшла, потім ой, а коли ти вже, да, рішення, це, я сказав, Боже, я буду каютись, я не знаю, як воно буде, ну, в принципі, я придумав річ таку, думаю, я зараз Богу розкажу, Бог прокурор, а я на скаймі підсудних, і мені треба Богу доказати, що якби не мусорки, якби не аварії, якби не нужда, то я і мухи не обідуваю, я хороша людина, знаєте, але я хочу вас переконати, і думаю, і Слово Боже нас цьому переконує, що Бог не прокурор, наприклад, коли ми читаємо перші післення до Івана, то ми сказали, Бог є любов, Бог є любов, його сущність – любов, скажемо, це мій, любов, це його любов, неймовірна любов, агапи – любов, не така любов, знаєте, як наша, чувственна якась така, а імна отака небесна, божественна. І 10 вересня, коли я прийняв цей рішення, я вийшов, ну, об'явили отбой, я вийшов за барак, а за бараком, знаєте, тут тут площадочка трошки, потім ці стоять сім, ну, горош різних, там, ті полоси там, і там вишки стоять, там і там солдати з автоматами, ну, дивляться, якщо там десь побачиш, хтось там ходить, то ти можеш вже цю ніч провести десь в карцері, так, якби в страшному ізоляторі. От, і там така тінь була від, тінь була від, від цього барака, я там тряпочку постелив, знає, в цій тіні, щоб мене не бачили, постелив, але перед Богом, на колінах, я став на колінах, от, і я помню, я підняв очі, я коли підняв очі на небо, я був просто, казалось би, стільки раз дивився на небо, стільки раз дивився на небо, а цього, надивлюся, і таке в мене було, темно-синій вархат, і таке було враження, як хтось порозкидав оці алмази, знаєте, ці зорі, і я в такому захваті, просто це передати неможливо, і я говорю, Боже, 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 невже це ти, невже це ти створив цей всесвіт, і я, і я якась піщиночка, і я якась там, знаєте, ну пилиночка цього всесвіту, невже я для тебе щось, щось значу, і то, що я хотів Богу сказати, ну, промову, яку для нього придумав, таке враження, як хтось так, як пилюку розвіяв, і я дивився, і я помню ці думки, я говорю, Боже, ну, невже я для тебе щось значу, знаєте, і в мене ці слова такі, я кажу, Боже, я не хочу жити, як я живу, я не знаю, яким буде завтрашній день, але він в руках твоїх, а це і мить, це і секунди, це і мить, моє життя належить тобі, тобі, Боже, якщо треба, я готовий смерть прийняти, Боже, я лепечу, як дитя, в мене сльози струяться, знаєте, я ніколи не плакав, знаєте, це для мене теж було дивно, бо я ніколи до цього не плакав, я останній раз плакав, був у першому класі, в першому класі, хто постарше, пам'ятаєте, дітям видавали зірочки, це було в діддомі, дітям видавали зірочки, всім дали зірочки, там такий, знаєш, уляшка, отакий золотістий внутрі, всім дали зірочки, а мені не дали, знаєте, ну, навірно, що в першому класі вже був якийсь, навірно, такий драчун, от, і я, повинен, зашов в клас, мене це так обурило, я усіх ці зірочки позабирав, я собі понацепляв ці зірочки, вони були на піджаку, вони мали на штанях були, дечіки ці зірочки не були, я такий зірковий був, знаєте, такий, і я пам'ятаю, вихователь зайшов в клас, от, він зайшов в клас, і він такий, підсталіна, знаєте, він так, він не курив, але трубку носив, знаєте, такий підсталіна, так, що і прическа в нього, і там все, я поміня, як заричав, лєліна ошкорбів, і мене як цапнув за горло, він мене так, ну, первоклашку підняв, отак, навитінти руки, і він мене через весь коридор цієї школи, він мене ніс до умивальника, там в кінці був умивальник, він мене швирнув цей умивальник, і ножкою від стула, тоді були дерев'яні стулья, такі, знаєте, це ножка, десь поломане стуло, бо він цю ножкою, він мене гасив, там, знаєте, так, як неуміяємий, от, я три неділі, я був в цьому умивальні, кіцьки, двері відкривали, диви, яке воно живуче, і знову закривали, знаєте, оце, я там останній раз плакав, отам, в тому, знаєте, а після цього, я, я не плакав, мене не можна було видавити, якусь слізу, і можете видіти, 10 вересня, я там, за цим бараком, сльози, я їх ковтаю, і лепечу, лепечу, Боже, знаєте, ну, тако, і дійсно, я коли встав з цих колін, мені казалось, якби так підпригнув, я не, мабуть, до цих, до цих би, зірок би допригнув би, знаєте, так, я дуже люблю небо, якби ви знали, в мене десь одна третя вершів, да, вони про небо, я восторгив, всім серцем лікує, в небеса устрімляю свій взгляд, я стремлюсь в ту отчизну святую, де мені сам Ісус буде рад, для Него, я так багатое значу, за мене, он на крест вознесен, я заплачу, от счастья заплачу, що от гибели ім'я спасен, він, я верить, йому улыбнется, превращаясь в лізинки в албас, і так нежно ко мене прикоснется, що сияння вспыхнеть з глаз, я в восторгу всім серцем лікує, вместе з ангельським хором спою, Аллилуйя Христу, Аллилуйя, за спасеннюю душу мою. Я дуже люблю небо, дуже люблю небо, і навіть тут, в Сакраменто, теж у мене там вірш якийсь написав, небеса, небеса, а на небесах, ну так воно, все про небо, люблю небо. Ми говорили з приспітером, що ми зробимо таку паузу, там щось ми заспіваємо, і я продовжую, ми так і зробимо, добре, зараз ми зробимо музикальну паузу. Нам треба тренуватися, бо на небі будемо співати. Звучить музикальну паузу. Звучить музикальну паузу. Звучить музикальну паузу. Озареный светом небесным побеждает врага, не боясь, святым духом сплоченая тесна. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченый силой креста и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченый силой креста и святой бесконечной любовью. Брачный пир ожидают гостей, небеса ожидают спасённых, изискупленных Богом людей, через Иисуса с Отцом примирённых. Встреча радостной будет тогда, Икова не на небе пребудем, не умолкнет там гимн никогда, и там вечно мы с Господом будем. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченый силой креста и святой бесконечной любовью. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченый силой креста и святой бесконечной любовью. О, мой друг, посмотри на Христа, на того, кто любовью вечной возлюбил и скупивши тебя, пройдет в ближнем и твердой крестной. Хочет быть Он с тобою всегда в небесах, где любовью всё дышит, не покинет тебя никогда, но вострою от земли всех наслышит. Это церковь Иисуса Христа, это души омытые кровью, увлеченый силой креста и святой бесконечной любовью. А наш путь к небесам, к небесам, жизнь, по сути, экзамен. Боже, милость яви свою нам, видишь сердце, как камень. Мы грешим, мы грешим, мы грешим, всё печёмся о хлебе, за удачей земной и спешим, забывая о небе. А душа-то болит, ох, болит, не находит покоя. Кто ж страдалицу освободит от лихого коновоя, от рутины, пустой суеты, от черевого плода? Только ты, только ты, только ты можешь дать ей свободу от небесной любви. Свой аванс посылай нам заранее, дай нам шанс, дай нам шанс, дай нам шанс совершить покаяние. Ну, это так, как я говорю, что про небо. Когда Иисус ходит в твое сердце, ты уже не можешь быть таким, каким ты есть. Когда человек говорит, вот, я не вернусь до Бога, я прийнялся до Христа, но я когда вижу, что его жизнь не меняется, потому что Бог даже мову меняет, он всё меняет, он даже зерты и очи твои меняет, он всё меняет. Да? Вот. Він каже, это творю новое, и мы готовимся до того, что Господь вообще будет делать неймоверное, дивное на небе. Да? Но уже цей процесс, он уже иди сегодня, когда мы вернулись до него. И самый верный признак того, что Господь, он работает в твоем сердце, когда ты хочешь про него рассказать всем. От всем. Кожен хватает за рукав, рассказать. Ты понимаешь, вот Иисус приходил в цю землю. Это вот вчера мы там были с группой, да? Мы ездили там в Сан-Франциско, там океан, Куликана, раздавали там, знаешь, то есть так не надо, знаешь. А там получилось у меня навіть в одном из Санкт-Петербурга, там Борис такий був, еврейчик, с ним таки поспілкувать все добре. Він каже, я, я, це хорошее, да, ну, мова, да, я, я кажу, ну, чу, ти живеш тут, ну, а что ты ощущаешь у своего життя? Да? Ты можешь сказать, что ты счастливый, или нет, знаете, вот так. Вірный признак, когда ты хочешь говорить про это всем. Я помню, я на ранку, когда только объявили подъем, я выскочивал мужики, мужики, я хочу сделать объявку, все тихо, 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 что сикорски кричать, ну, мабуть, что-то важливое, знаете, ну, сранку кричу. И я так поднял эти руки, и я говорю, эти руки належат Иисусу Христу, я сегодня ночью покаюся, я христианин, Иисус в моем сердце, я стараюсь быстрее сказать, чтобы меня никто не перебил. И вдруг така пауза, така, знаете, тихчина, прямо, знаете, эти мухи, как Мистер Шмид, как помню, было чутно, знаете, и на меня так, знаете, у нас в бараке было, десь 140 человек, такие очи повідкривали, рот повідкривали, знаете, така пауза, а потом, как говорили в один голос, бачите, каже, дочитался, кто Библию читает, крыша еде, нормальная людина была, знаете, ну, ну, и, 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 какие-то сказали, что в Сикорском не знаете, он с Бога ворота заводит, пройде, как насморк, а я хочу сказать, до цих пир не проходи, слава Богу, не проходи, знаете, и, когда Господь, я в твоем сердце, тебе хочется про него рассказать всем, я каждого человека хватаю за рука, я говорю, слушай, мы неправильно живем, ты понимаешь, Иисус оставил славу неба, пришел на эту землю, ради тебя, знаешь, ну и что, знаешь, как ну и что, он же за тебя на хрест пішел, ну и что, как ну и что, он же за тебя дав, ну и что, я хлопанул, знаешь, ты что дерься, я говорю, что, каяться надо, все Евангелие рассказал, я говорю, шокаешь, конечно, так не евангризируют, брати, когда приехали, мне так вы сказали, это не можно, надо с любовью, знаете, ты, ты, ты знаешь, на Христа, он что, там, пускал кулаки в ход, да, да, хотя я, где, одни месяца, когда он в храм пришел, да, в речку, там и дом молитвы, вы перетворили там, какие-то сверстяб, разбойников, да, там есть такие моменты, он тоже гневов все, знаешь, вот, но мне сказали, там надо любовью, ну что цікаво, нас за кейкос месяц збиралися уже до 40 человек, и как бы, это были его, его университеты, как мы хотели стараться жить свято, чисто, там написано, выполнить описание, потому что они, да, давайте будем по слову, да, давайте будем исследовать описание, будем исследовать, раз, раздел прочитали, ну что, кто-то понял, я тоже ничего не понял, идем дальше, да, вот такие щеные были, это сейчас, когда там щеные проводишь, тебе 2 часа не хватает, чтобы 2 виршика разобрать, знаешь, ну, вот, донести, но я хочу сказать, Бог любил, Бог настолько любил, я могу много говорить, это таки, я зараз готовлю, в принципе, у меня макет цей книжечки готовий, Бог, он есть, я понимаю, что я сегодня есть, а придет тот момент, когда просто, я, моё земное життя, ну, завершится, закинчится, вот, и, то, что Бог делал в моём житті, мне хочется, ну, оставить, знаете, как бы, ну, вдохновлять людей, Бог неимоверный, Бог Аврама, всякая аква, это наш Бог, это Бог чудес, это неимоверный Бог, и я очень благодарен, что Он есть в моём житті, что Он проявлял, и проявляет, да, как вспомнил, мы, когда за хворыми смотрели, и я этому Петровичу говорю, ну, дай нам возможность, и он дав возможность, это майор был такой, а мы зайшли в там Мертвецко, там лежит мужик, и по нему мухи лазят уже, всё, и Володя, работягов, каже, давай за него помолимся, так что молиться, потому что не башу мухи лазать, ну, давай молиться, знаешь, ну, и всё, ну, ну, такое побуджение было молиться, и мы молились, и когда на другой день приходим, а цей мужик сидит уже, и говорит, дайте мне закурить, знаете, яке закурить, рамуфи лазили по тобі, знаешь, там, вообще, Петрович, майор, это врывается, каже, что вы нарубили, мы же его списали, он же не числится на живых, знаешь, там, ну, а он, знаешь, ну, это же Бог робил, это невероятно, знаете, и когда этот слух расходится, там, ну, это, ну, я, когда я освобождался, нас собиралися до 150 человек, а когда меня привезли в цей табор, знаете, ну, я хочу сказать, 12 бараков, я ни одного виручого не нашел, и буквально на следующий день, я памятаю, меня прибегает посильный, да, вот, зі штаба, и каже, тебе до начальника колонии, тебе до начальника тюрьмы, знаешь, там, ну, что ты начудил, я же, так, приехал, что ты тут начудил, знаете, вот, и меня тихо заводят туда, в цей кабинет, и я еще не спил рот открыти, что, ну, представитесь, знаете, ну, так, я это, повинен сказать, кто ты, что ты, по какой статье, и цей полковник, шо ты мне тут агитацию разводишь, да я таких, как ты, этими руками душил, 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 а мне тут тыкнуть боялись, а ты тут мне, вот, агитацию за Бога разводишь, а то ходи себе по уголам, знаешь, там, молись своему Богу, а то я тебе уколю, и спешу тебе по сердечной недостаточности, ты меня, понял, знаете, так, и слухайте, я на него дивлюся, и я говорю, шо, вы хвалитесь тем, что у вас руки по локте крови, то я еще дивлюсь, что у вас дыхание под ноздрями, и он, шо, он, ну, даже офицеры боялись что-то прячать, бо если что-то офицеры скажут, то только кашкет покатился, знаете, вот так, и он, а тут какой-то вязань ему, там, у него стил буквой Т, и он из этого стола хватает, он меня хочет что-то запустить, я уворачиваю, чтобы, знаете, и мы кроме этого стола бегаем, и я ему хочу Иванглер рассказать, что если я умру, меня Иисус обнимет, я буду на небе, а вы будете в пекле, вам треба каять, вы что, и он ручит, так, знаете, все, а тут, ну, грохот такий, тут врываются, ци офицеры, и он говорит, только послушайте, цего Христосика, вы только послушайте, я говорю, спасибо, Владимир Романович, Бог не дивится на погони, Бог не дивится на бірочки, Богу сердце, волна чудо, знаешь, вот так, ну, ци мне кажут, иди, иди, с речами на вихід, я хочу сказать, когда мне сказали, с речами на вихід, я прибег до Владимира Романовича, до цього, хозяина, да, начальника, и я говорю, добавьте мне еще пару месяцев, он говорит, я за 20 років службы, первый раз такого хорого бачу, яких пару месяцев, я говорю, Владимир Романович, мы еще там в Библии еще не закинчили, Владимир Романович, знаешь, столько работы на санчасте, ну, пару месяцев добавьте, он говорит, да, я не маю права, он говорит, Гристосик, за тобой уже приехал, ну, вот так, он так дивился, человек, я каже, я коммунист, из коммунистов, знаете, я коммунистом и помру, я не знаю, как он помер, но я, когда приезжал на цей табір, после своего освободления, то он так, никому не верил, а этому, сопровождающего, все двери, все ключи, открытые, с кем он хочет общаться, не препятствовать, все, 8 часов вечера выведите его, да, и прямо с утра до вечера он давал мне такую возможность, просто я думаю, что он был удивлен, да, такого еще не было у него в жизни, так бачу, он бачит эти перемены, конечно, сказали, ну, тут он такой святый, выйдет, потеряется, конечно, я хочу сказать, что люди, которые собираются, ну, сейчас там, ездишь по тюрьмам, где-то 100 человек, международные, сейчас такое пробудение Господь делает, невероятно, я просто, я в захвате, знаете, тут он, когда, ты, знаете, еще не спеваешь, курточку снять, еще Библию открыть, как уже, знаешь, там, ой, я хочу покаяться, я хочу покаяться, каяться заключенные, знаете, иногда бывает, ты так слово выкладаешь, так уже, казалось бы, ну, разщищи завали до Христа, ну, роби крок до Него, дивиться на тебе, знаю, такими сирковыми очима, а тут, знаете, вот так Бог робит, який сидит, иди хвилля такого Духа Святого, пробуджение, просто неймоверное, я в захвате від того, хотя зараз дуже важкувата трошки, все подорожало, там, в принципе, я и приехал, для того, чтобы какие-то трошки кошточки зібрати, книжечки свои реалізовать, знаешь, чтобы иметь возможность, знаете, какие-то конфеты, печенья, чай на бензин, чтобы иметь, ну, не про это. Я хочу вам сказать, просто, уже часу нема, да, я еще могу, минут, ну, 10, да, потерпите меня, да, бо это тоже цикавый период моего-мого было життя, бо там, знаете, в тюрьме это одни из покусей, а когда ты выходишь, с покуси, ты не знаешь, куда очи дойти, знаете, и я, я приехал в Киев, я приехал в Киев, я еще ни разу не был в церкви, я ни разу не был в церкви, и я помню, я начинал на вокзалі прямо раз пытывать, люди добрые, скажи, где вирусы собираются, а мне говорят, ну, одна женщина каже, да, он, мабуть, штундю шукает, я говорю, да, 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 что-то такое, что-то такое шукает, и она мне объяснила, я помню, я попал в первый раз в молитвенный дом, это была Дарнинская церква, да, и там они как-то так, знаете, одна половина это сестри сидят, другая половина это брати сидят, знаете, вот так, тут такая кафедра, о, Библия раскрыта, надписи такие, зеленые стики, хор разучие, псалмы, которые будут спевать, и я сижу на первом ряду, я такой счастливый, что я в Доме Божьем, у меня сердце в дратости готовил выскочить, я помню, сестричка подходит до меня, каже, встаньте отсюда, як встаньте, це моё место, я тут сиджу, я говорю, так вон же пусти місця, что вас там Бог гірше бачит, це моё, что за ухо, все на її місце, знаете, вот так, хотя и пусти, и я, к миру призванный, я встал, дальше, дивлюся, а там Вера, Таня, написано, какие-то там речи лежат, я понимаю, что за бронированные місця, я пішов, пішов, мне так хочется поближе, я пішов там, я нашёл місце, где не было ни записочки, я там сів, я счастлив, знаешь, коло мене сестричка сіла, а це я попав в жіночий двор, да, вот так вот, якраз, вот, и вона мені посміхається, так я ей тоже посміхаюся, вона говорит, слухай, я вас первый раз бачу, звідки ля вы будете, я говорю, як звідки ля, з тюрми, знаете, ой, в ней посмішку змякнули, очки забігли, вона цю сумочку, все ці сторони на цю сторону, ви знаєте, вона, вона не піднімаючись, вона вже була на другому ряду, знаєте, на іншому ряду, ви до мене так всі дивляться, ну, не з курорта приїхав, от, от така була, в мене, в мене, перше відвідання, ну, я хочу ще сказати, знаєте, коли Верховний суд нас судив, в нас була повна конфіскація, це страшне слово, конфіскація, нас з квартиру забрали, на Борщаговці, жінку виконали на вулицю, всі вклади, які там були, все аннулювали, все, все, знаєте, так, вона каже, якщо я когось ненавиділа, всіма фібрами своєї душі, то це тебе, якщо могла витрикнути тебе з пам'яті, витрикнула б три секунди, знаєте, на роботі її понизили, там, чути ні до уборщиці, знаєш, там, і, ну, чоловік в тюрмі, фальшиво мнечик, знаєш, там, все, я кажу, від сорму не знав, куди очі діти, і можете уявити, через 10 років, я нажимаю, кнопочку відкриваю, це двері, ну, я знав, де вона живе, і перші слова, які від неї почув, я тебе ненавиджу, ти що сіди, перперся, я кажу, Людечко, Людечко, я інша людина, я християнин, мене Ісус в моєму серці, що руми нормальні не приходять, знаєте, все, я кажу, я кажу, Людечко, ну, ніхто ж мене батьки співправнили, чи я хочу з дочкою, там, то-то-то, знаєте, дай мені хоч до ранку, і вона мені якесь пальто кинула, щоб в 6 ранку, щоб твою духу не було, я став молитись, що ти там брмочеш, спати не даєш, знаєте, отак, от така була мене зустріч, в 6 ранку розталкала, уходь, я помін, коли я вийшов на вулицю, приїжджав в Біблію, я кажу, Боже, я не знаю, як бути, я не знаю, як бути, нічоті, ні дяді, саме рідна людина, і так кажу, ненавиджу, ненавиджу, і в мене письмо випало, одно було з Біблії, це одна церкова, мені написали, Віктор, о, ти освобождаєшся, приїдь до нас, ну, я приймаю рішення, я їду туди, надиво, вони мене дуже хорошо зустріли, церкова, ну, неймовірна церкова, я ніколи казав, сестричка, ти так гарно молився, ну, помолися за мою сім'ю, брат, ну, будь ласка, я нікого не просив, але всякий раз звучала молитва, Боже, розтопи льод, убери колючки, а я там десь приїжджаю, там, два-три рази в місяць, я приїжджаю в Київ, я їй там картошечки привезу, бурячки, морковочки, ну, я, давай, а ти буду щось допомагати, і через п'ять місяців вона мені сказала, ти якийсь не такий, вона не каже, що мені чоловік потрібен, вона каже, дитині треба батько, то перебирайся, ну, ти мене в свою секту трактором не затащиш, це були її слова, але, ну, якщо захочеш, там, ці книжечки, там, ця історія, так, як Бог зробив, ну, вона хотіла мене піймати, що я не по слову, так, почала тихенько читати, а Бог її піймав, от так, дивно, Бог, хоча ми перший раз, коли йшли в церкву, я помню, вже було двері видно, вона зупинилась, і каже, тільки знай, я живой не дамся, я кажу, Люда, ти про що, на вас там жертву приносять, кров п'ють, яку жертву, Люда, я сюди півроку ходжу, мене ж ніхто ні, це саме, саме перша церква в Києві, яка, яку Бог мене використав в організації, це була церква Любов Христа, а народ Божий, це вже восьма церква в організації, так, а вона, Віталік знає, метр п'ятьдесят з тапочками, от така, я помню, ми коли зайшли, я думаю, тут добре, думаю, що хочеш, ми зайшли, вона сіла колосами дверей, якщо будуть нападати, знаєш, кричати, відбиватися, я не помню, про що були проповіді, я всі вмилився, що нічого не налякали, а в кінці, в мене в церкві є така традиція, якщо ти бачиш нову людину, ця людина, яка приходить, вона мінімум п'ять разів від різних людей повинна почути, що її тут любить, не грузити її, а спитати, чи є у вас Біблія, про що ви хотіли, щоб за вас помилитися, знаєте, ну, отак, повинна відчути, знаєш, як їх називає, салютісти, да, і коли там обняли, там її там все, вокруг неї, там, знаєте, як джоли, і ми йшли додому, вона навіть своїх знайомих їх побачила в цій церкві, от, ми йшли додому, вона каже, таким захват, і каже, слухай, до вас нормальні люди, для неї було відкриття, що, оказывается, ми нормальні люди, знаєте, от, і їй так сподобалось, вона стала ходити, потім Бог дав їй і покаяння, і все, і крещення прийняли, і коли мене руку полагали, ну, дружина, вона повинна молитись за чоловіка, от, вона стояла на колінах, я заповнил цю молитву, вона була маленька така молитва, вона сказала, Боже, я свого Віктора віддаю тобі, але він і так твій, амінь, це була вся її молитва, так, ну, звісно, жінка хоче, щоб ти був коло ноги, так, вперед, стоять, приносити, віддати, знаєш, ну, хоче, але я її нагадую, ти кому мене віддала, Богу, ну, все, про що ти молилась, отак, і я хочу сказати, не то так мою проповідь не розбери, як вона, ти де таке слово викопав, де це таке слово, що це за, ану на словарі, найди мені це слово, ти повинен говорити без слов, а коли вона мені каже, ти так гарно сказав, я розумію, що вона без, без лукавства це говорить, так, я дякую Богу, я ні одного вірша в церкві не читаю, якщо вона мені скаже, о, хорошо написав, читай, або скажу, а мені не нравиться, людичка, ти розумієш, мені не нравиться роботи, я буду над цим віршом працювати до тих пір, поки вона скаже, о, можеш, як захочеш, можеш, береш, читай, і тоді я читаю, в нашому домі, так, коли відкриваєш двері, прямо над зеркалом висить надпись, в цьому домі хазяїн Господь, воздайте йому хвалу, це некрасива надпись, це декларація відношень, ми день починаємо з молитви, ми завершаємо день молитвою, ми дякуємо Богу, в мене внучки теж такі фаришечки, ми так, коли там молимося, навіть русські складають, я так дивлюся, в мене сльози добринять, я думаю, ну чому мене таку маленьку, ніхто не вшив русські складувати, довірять Богу, все-таки, велике щастя, бути дитиною Божою, я, бачите, я шукав щастя, я шукав щастя, ну, я шукав щастя в біцепах, я шукав щастя в дипломах, я шукав щастя в грошах, я переконаний, мене щастливим зробив Ісус, тому я хочу цією радостью ділитися, скріс і сюди, і як помните, я на початку казав, що свідоцтво про народження, в мене просто великі жирні прочерки, но я хочу сказати, я не є сирота, я не є сирота, бо в мене є Батько Небесний, ти можеш мати пів сакрамента родичів, а якщо ти не можеш сказати, а во очі Батько Мій Небесний, то ти є сирота, ти є сирота, ти потребуєш цей зутичі з ним, я дякую, що я не є сиротаминських братів, сестер, бо крові Ісуса ми омиті, очищені, ми зріднені, ми маємо цю привилегію, як діти, звертатись до нього, а во очі, я дякую Бога за Його неймовірну милість. Ти можеш навіть не знати, де тю рома знаходиться, але якщо ти живеш в ріках, ти під конвоєм князя світу цього, і ти теж потребуєш звільнення, а він, як Слово Боже каже, прийшов до того, щоб відпустити змучених на свободу, він прийшов, тобі є надія, Бог протягне тобі руку, звернись до нього в чистоті серця, не передумуй, не видумуй йому, от так скажу, от так, от я перед тобою, будь ласка, будь милостивий, власновим, і Бог буде робити твоєму житті неймовірне. І я живу, і в мене служіння, слава Богу, в нас реабіліційний центр, в нас і з інвалідами, правда, зараз у нас менше інвалідів, тому що, коли почалась війна, то Хорватія в нас забрала 100 колясочників, в нас десь осталось около 40, яких у нас було 137, от, за якими ми так, ну, опікуємся, знаєте, от так все, це служіння є. Я дякую Богу за те, що не використовує, да, колись якоюсь там в'язня, якоюсь там фашевманєчика, знаєте, і мені хочеться не мільйон от тих рублів, ну, пічай, а мені хочеться мільйон людей, які не вернулись би до Бога. Мені хочеться просто розшити з завали, указати на хрест, щоб людина була щаслива. Оце щастя в Господі, оце я там поділився цією радістю, да, разом з вами. І я хотів би, щоб ваше серце теж раділо. Якщо ви не проти, давайте разом помолимося, да. А якщо хто не у мирі з Богом, є служителя, ви можете підійти і сказати про свої переживання і повірте, ніхто не скаже вам, ой, відійди, надаю, а навпаки вислухають і ви почуєте те, що Господь хоче промовити до нас. Господь, господи, господи, Біля Ісуса радість, біля Нього спокій, яка в душі соловість, Что Він спаситель мій То, что ли Він зі мною Далеко ворох мій И снежкою земною Нетяжко легко з ним Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Что Він спаситель мій Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Что Він спаситель мій Давно я йду тим шляхом Что спас мій проложив Не раз побитий страхом Я падаю в сумнів Тоді в ночь відплагаю Я спасав тишині І з вірою чекаю Поможе Він мені Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Что Він спаситель мій Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Что Він спаситель мій Щасливі ті хвилини Приходить мій Христос Бере в тяжкі години Тя гардо, що я ніс Тоді йому хваління Від серця я несу Господь земні в луканях Зі мною путь прошу Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Что Він спаситель мій Біля Иисуса радость Біля Нього спокій Яка в душі золотість Що Він спаситель мій